Распространяемая армянской стороной информация о том, что азербайджанская армия якобы держит под прицелом гражданское население, гражданские объекты, инфраструктуру не соответствуют действительности. Это очередная дезинформация. Армянская сторона об этом заявила Министерство обороны Азербайджана. Более подробно эту тему мы продолжим с медиадиректором Global Media Group Гамидом Гамидовым. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Гамид Малин. Добрый день. Ну, держать под прицелом гражданские объекты невинных людей, это, как нам известно, это стандартная военная методология, применяемая именно вооруженными силами Армении, как это, в принципе, мы и наблюдали в течение почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий, а также в ходе 44-дневной Отечественной войны. Именно армянская сторона намеренно и целенаправленно обстреливала города и гражданское население Азербайджана баллистическими ракетами и кассетными бомбами. Вот какой характер, на ваш взгляд, носят подобные абсурдные заявления армянской стороны? Это я думаю, что, ну да, мы, вы правильно сказали, мы помним. Во-первых, это их фишка. Мы прекрасно знаем, что из себя представляет наш рак. Мы видели его совершенно недавно, относительно недавно, и мы знаем, как, не моргнув глазом, они могут бомбить мирные города, села. Мы увидели Берду, Тер-Тер, Янджу. Так что они в своем стиле, ничего не меняется, не меняется ни риторика, не меняется ни поведение. В данном случае абсолютно ничего не меняется. Но я уверен, что в Ереване прекрасно знают, что после таких заявлений, как бы такими заявлениями нас не испугать, и мы от своего не отступим. Поэтому, скорее всего, подобные заявления, они рассчитаны на внутреннюю аудиторию, только и всего. Но можно ли утверждать, что распространение ереванной дезинформации, в частности о военных провокациях на государственной границе с Азербайджаном, ничем иным, как попыткой переложить ответственность за срыв мирных переговоров? Ну, конечно. Вообще, в принципе, вся эта эскалация носит только одну цель. Это сорвать мирные переговоры. Сорвать или уже как можно оттянуть вообще подписание мирного соглашения. Потому что после того, как главы государств встретились в Брюсселе, у нас были большие надежды на то, что до конца этого года будет подписано мирное соглашение. В принципе, ничего радикально не поменялось, и все может случиться. Но, я думаю, Армения делает... И мы ожидали, что после Брюсселя Ереван обязательно что-то подобное выкинет и постарается оттянуть подписание соглашения. Ну, в принципе, так и случилось. В течение недели они напрягали ситуацию на тех участках, где должна пройти граница Азербайджана-Армянская. Ну, и в результате вынудили, значит, Азербайджанскую сторону приступить к акции возмездия, к принуждению к миру. Так называемому принуждению к миру. Ну, а вообще, вот с какой дезинформацией вот сегодня на государственной границе Армении-Азербайджана вам удалось столкнуться именно в армянских СМИ, может быть, еще и в других мировых СМИ? Ну, во-первых, самая главная дезинформация заключается в том, что они скрывают количество убитых. Да, мы знаем, что по нашим данным это около 150-200, значит, солдат армянской армии. Пашинянс заявил о 49. Тоже очень странная цифра, ни 45, ни 40, ни 50, 49. Но даже армянские СМИ пишут о том, что цифра не окончается. Это, наверное, сегодня главный фейк, преуменьшить, а потом уже, значит, чтобы не шокировать население своей страны, а потом уже как-то, может быть, порционно дать, значит, настоящую цифру, или даже, может, она и не будет озвучена. И все остальное, все, что вы сказали. То, что якобы Азербайджан начал первую эскалацию, это фейк. То, что мы грозились ударить, то, что мы ударяли, грозились ударить по мирным жителям, фейк. То, что мы там подорвали, по-моему, машину скорой помощи, наш Минобороны уже опроверг этот фейк. То есть вся их, вот, с овчашнего вечера, вся их, вот эта информационная кампания, она полностью состоялась в фейк. И до сегодняшнего утра, я думаю, продолжается и сейчас. Ну, а как бы вы охарактеризовали заявление, вот, как вы затронули ранее заявление премьер-министра Армении Николы Пашнян, он сегодня на заседании парламента выступил и даже затронул, как он сказал, что Азербайджан не намерен обсуждать Карабахский вопрос. В принципе, вопрос этот давно не стоит на повестке, он давно закрыт. Вот, как вы считаете, о чем говорят подобные заявления премьер-министра этой страны, тем более, учитывая текущую ситуацию на государственной границе? Ну, наверное, кстати, это было одно из редких его заявлений, где он сказал правду. Мы действительно не собираемся обсуждать с Арменией вопрос Карабаха, потому что вопрос Карабаха закрыт. Закрыт по итогам 44-дневной войны, которую мы выиграли, мы вернули свои земли. Что обсуждать, не совсем понятно. Точнее, обсуждать там нечего. Поэтому в данном случае, кстати, Пашнян был прав. Другое дело, что какой окрас он попытался передать этому своему заявлению. Но, по сути, действительно так, обсуждать нечего. Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана. В настоящий момент определенная часть территории находится под временным контролем миро-творческих сил. Какое отношение к этому имеет Армения? Ровным счетом, никакое. Вы еще заявили ранее, что подобные действия правительства Армении направлены чисто на внутреннюю публику. Но в таком случае, какой реакции Пашнян ждет после подобного заявления именно внутри республики? Ну, я думаю, что Пашнян вообще понимает, что, в принципе, решение, вообще мирное соглашение, оно безальтернативное. Я думаю, что он просто пытается максимально оттянуть, потому что боится за свою жизнь, боится за свое кресло. И он пытается максимально оттянуть это для того, чтобы народ Армении через какое-то время сам пришел к тому, что вариант мирного соглашения – это безальтернативный вариант. Я думаю, что отчасти вообще все, что сейчас делает, все, что сейчас творит Ереван, продиктовано этим. Пашнян боится открыто заявить о том, что нужно подписывать мирное соглашение, потому что определенная часть, пусть и меньшая, но определенная часть жителей страны все еще лелеют надежды на то, чтобы отвоевать обратно. Но это смешно звучит. Отвоевать обратно. Да, политика реваншизма все еще присутствует. Да, да, да. Реваншисты есть. Я думаю, что Пашнянок боится. Поэтому он пытается максимально оттянуть и показать своему же народу, что, ребята, безальтернативно. Или мы будем пачками, как бы грубо это ни звучало, погибать от азербайджанских пулей мин, либо мы, наконец, попытаемся заключить мирное соглашение, попытаемся наладить мирную жизнь. Я думаю, что главная его цель в этом. Ну что ж, спасибо вам большое. Вам спасибо. Я отмечу дезинформацию по ситуации на Азербайджано-армянской государственной границе. Это активно распространяемый в армянских СМИ. Мы обсудили с директором Global Media Group Гамидом Гамидовым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!